Здравствуйте, уважаемые друзья! Хочу предложить вашему вниманию связать мушку, которая в кругах называется заячья. В принципе-то, я даже не знаю, как правильно, но пусть будет так. Использоваться должен мех зайца. Учитывая то, что у нас, допустим, не всегда есть такая возможность, поэтому можно заменить мехом кролика. Но мы с вами будем изготавливать так, как она должна изготавливаться, используя мех зайца. Я взял крючок фирмы Strike номер 16. Вот такой. Можно его заменить, это Тимка 200р. И мы сейчас с вами закрепим вот такую небольшую щепоточку шерсти. Я ее взял в районе ближе к шее, так, чтобы нам изготовить хвостик. Хвостик должен быть, сложно мне вам как-то передать, давайте я буду вязать, а вы будете уже определяться. Он должен быть и пышным, и в то же время не должен быть значительно длинным. длинным. Вот как в моем варианте, это вышел несколько длинный. Берем его, еще укорачиваем. Приблизительно будете равняться по величине грудки. Хвостик должен быть приблизительно, как наша грудка. Вот так будет достаточно. Подхватим наш материал, пока ничего не крепим, не закрепляем. И теперь нам необходимо для сегментирования, это чисто для моего украшения, я, как всегда, использую новогодний этот люрекс, который достаточно крепкий, повторяет юнифлосс. Значит, вы можете использовать проволоку, любой материал, тот, который будет закреплять наш даббинг. Нам с вами необходимо до середины цевья, вот как мы его поделили от гвоздика, изготовить тело. Тело я буду использовать, вот как я вам покажу вот такую щепотку кроличьего уже этого меха, вот такой рыжий, как подшерсток, но так, чтобы на нем была уже достаточно хорошо выраженная ворса. В процессе изготовления вы уже сами потом увидите. Нам желательно так, чтобы она была и лохматая, и в то же время достаточно крепкая, так как эту нимфу очень любит Хариус. Учитывая его тоже хорошие зубки, она долго не прослужит, если будет слабая. Совсем понемножечку, по небольшой щепоточке добавляем на нашу нить, прикладываем и прокрутим. Значит, цвет, оттенок можете использовать, если будете брать кролика, даббинг точно так же имеется и с кролика, поэтому можно использовать такой же и с нашего любимого кролика. Я опускаю вниз бобинодержатель и прокручиваю нить вместе со своим даббингом. У меня сразу формируется вот такая веревочка. И не отпуская уже накрученную свою нить, я начинаю формировать тело. Как обычно, как у каждой нимфы, как мы изготавливаем вначале потоньше, потом начинаем увеличивать наше тело, доходя до грудки. Старательно вот так, как я, считайте, виток к витку плотно проматываем, чтобы у нас вышло достаточно крепкое, плотное тело. Совсем немножечко еще добавим. Немножко нам не хватило. Подкручиваем. Вот столько нам будет достаточно. Берем наш теперь люрекс и выбираем удобное для нас положение, уже плотненько проматываем нашу нимфу. сделали один полный оборот, закрепили. Добавим немножечко клея на место крепления и остатки отрежем. Нам необходимо также подготовить сейчас своеобразный чехлик и изготовить лапки и грудку. Как я уже говорил, она вся изготавливается из нашего любимого зайчика. Берем, я сильно не изощряюсь, беру обыкновенную пленку, можно взять полиэтилен из вот таких наборов. Но в данный момент это у меня было под руками, поэтому я возьму сейчас хендосовскую пленку. Следим за тем, чтобы она у нас ровненько лежала сверху. Закрепили и теперь также берем, выбираем теперь как на хвостик мы с вами выбирали, так, чтобы были вот такие хорошие, большие с осью наши ворсиночки. Промажем нашу нить клеем и сделаем даббинговую нашу нить. Грудь, грудочка у нас должна быть значительно пышнее, чем само тело, поэтому здесь мы добавим несколько больше, не стесняясь. и так же как и стилом я беру прокручиваю нить и у меня формируется даббиновая моя веревочка. Проматываем все плотненько хорошо. Еще немножко выберем самых темных, какие мы найдем остевых волосков с нашего зайца и добавим к нашему даббингу. также можно использовать как я уже неоднократно вам показывал даббинг который специальный там с примесью и зайца и кролика фирмы Hens поэтому достаточно удобно использовать их в работе. Вот столько нам будет вполне достаточно. И теперь как обычно мы берем переламываем нашу пленочку натягиваем чтобы она ровненько у нас лежала у колечка пару тройку раз промотали намажем немножко клеем и закончим нашу нимфочку. Вот друзья мои на первый взгляд вроде бы такая чересчур лохматенькая но скажу вам сразу очень уловистая нимфа. пробуйте в размерах на даже на 8-12 номере достаточно хорошо ловит рыбу. Благодарю вас за внимание до скорых встреч.